Сказка про куклу В одном магазине жила-была кукла, но не простая, а очень-очень красивая и такая дорогая, что никто не мог её купить. Скучно было кукле стоять одной на полке, и вот однажды она решила убежать из магазина. Кукла отправилась в городской парк, где гуляют дети и всегда много игрушек. В парке была большая песочница, а в песочнице играли плюшевый медвежонок, деревянный солдатик, пенистая лошадка и длинноухий зайчик. Здравствуйте, вежливо сказала очень красивая кукла. Можно поиграть с вами? Конечно, обрадовались игрушки. Медвежонок предложил построить замок из песка, и все дружно принялись за работу. Вдруг в песке что-то блеснуло. Это была небольшая палочка. Наверное, она волшебная и исполняет любые желания, обрадовался зайчик. Игрушки от радости захлопали в ладоши и принялись придумывать желания. Я хочу велосипед, загадал зайчик. Моя хозяйка любит на нем кататься, а про меня совсем забыла. Я хочу кататься с ней вместе. Зайчик взмахнул палочкой, и рядом с песочницей появился новенький велосипед. Зайчик сел на него и помчался догонять веселую девочку, которая проехала мимо песочницы. А я хочу мороженого, загадал деревянный солдатик. Мой хозяин очень его любит, и мне всегда хотелось его попробовать. Солдатик взмахнул палочкой, и в тот же миг в песочнице оказалась большая вазочка с разноцветными шариками мороженого. Солдатик угостил своих друзей, а потом добавил. Отнесу-ка я его домой, моему маленькому хозяину. Наверное, он никогда еще не пробовал такого вкусного мороженого. И солдатик весело зашагал домой. А я хочу цветные карандаши, загадала лошадка. Моя хозяйка так хорошо рисует. Недавно она нарисовала меня, и получилось очень красиво. Я тоже хочу нарисовать ее портрет. Лошадка взмахнула палочкой, и в песочницу, как будто с неба, упала коробка цветных карандашей. Лошадка дала порисовать кукле и медвежонку, а потом собрала карандаши и поскакала домой рисовать свою маленькую хозяйку. А я хочу живого попугайчика, сказал медвежонок. Я никогда их не видел, и мой хозяин давно мечтает о попугайчике. Медвежонок взмахнул палочкой, и сейчас же откуда-то прилетела маленькая яркая птичка. И села медвежонку на плечо. Тут к песочнице подбежал мальчик. Он увидел попугайчика и очень обрадовался. Мальчик посадил птичку на ладонь, в другую руку взял мишку и счастливый побежал домой. Так очень красивая кукла осталась одна. Она никак не могла придумать желание. Наконец кукла взмахнула волшебной палочкой и сказала. «Хочу, чтобы у меня, как и у всех игрушек, была хозяйка!» И в эту минуту к песочнице подошла маленькая девочка. Она подняла куклу на руки и воскликнула. «Какая ж ты красивая! Ты будешь моей самой любимой куклой!» «А ты моей самой любимой хозяйкой!» Подумала кукла и даже не заметила, как выронила волшебную палочку. Быть может, ее еще кто-то найдет, и она исполнит не одно заветное желание. Это была сказка про куклу из серии «Читаем сами». Спасибо за внимание!